Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим такой замечательный фильм, который был сделан и написан Уилли Расселом. Это британский писатель. Сначала он написал пьесу, а потом по мотивам этой пьесы поставили целый фильм. И этот фильм называется Ширли Валентайн. Такое замечательное название Ширли Валентайн. Фильм 1989 года, а изначально пьеса была написана в 1984 году. Возможно, даже в 1985, я точно не помню. Надо этот вопрос обязательно уточнить. Этот фильм стал одним из самых любимых для меня, потому что главная героиня этого фильма Ширли, она необычная женщина. Она разрушала стереотипы в 1989 году или в 80-х в Англии. Кого мы видим? Сюжет этого фильма разворачивается с нашей главной героиней. Она домохозяйка, ей около 50 лет. И у нее такая ситуация, что ее дети уже выросли. Сын у нее нервизовавшийся художник, он живет на улицах. То есть он такой ведет богемный образ жизни, ему не нужны деньги. Он такой весь в искусстве. А дочка, она живет вместе со своей одногруппницей. То есть ее дети выросли, они уже уехали. Она осталась дома, то есть она работает домохозяйкой, потому что это работа. Работа, да. Она работает домохозяйкой. Она домохозяйка. А ее муж работает на фабрике. И у нее уже настолько устоявшаяся жизнь, то есть все на 100% предсказуемо. И вот у нее мужу она готовит ужин по четвергам. Там у него стейк с картошкой там фри. Значит по средам там у него вот это. По вторникам у него яйцо и картошка фри. То есть все уже расписано. Это просто вот такая бытовуха у них. И в этот момент с чего начинается история. То, что вместо того, чтобы приготовить стейк, она приготовила ему яйца. Потому что стейк она отдала соседке, соседской собаке. И вот она разворачивается историей. Мы видим сразу, как ее муж очень негативно отреагировал на это. Как он к ней обратился. Он на нее прям скинул вот эту тарелку. И все эти яйца, вот эти жидкие, желток размазался по ее платью. И эта история, это история вот о такой женщине, которая в ее уже, когда выросли дети, они уехали из дома. Когда у нее вся жизнь устоялась, как она борется вот с этой бытовухой. Вот у Вильяма Рассела, у этого писателя, если у вас есть время почитать пьесы, они просто замечательные. Я обожаю этого писателя. Все, вот я снимала обзор, который по фильму назывался «Образование Риты». Это тоже самый писатель. То есть сначала была пьеса, потом эта пьеса переросла в BBC. И вот это уже BBC, они там сняли вот этот красивый фильм. На мой взгляд, очень хорошо показан феминистичный взгляд автора на женщин. То есть как вот их показать так, что это через что прошли там женщины, через какие-то стереотипы. То есть, например, им нельзя, что к ним были какие-то предрассудки, что там идут они учиться, что были предрассудки. Потому что, ну, зачем женщине учиться, иди там готовь у плиты, рожай детей. А если она хочет учиться, то там на нее все смотрят вот так вот косо. Потом что еще? Как это Ширли в этом фильме? Она собралась поехать в Грецию. То есть ее одна из ее подружек там вот местных, у нее появились две путевки в Грецию, и она говорит типа «Поехали, Ширли». А Ширли такая типа «Вот как я поеду, у меня вот муж, у меня тут дети, как вообще поехать?» И получается, она видит, что ее дети, ее муж, они ее используют. То есть просто у них потребительское отношение, что мама там приготовит, мама там постирает. Если у нас там случились неприятности, мама поддержит, даст денег. И такая Ширли до нее туда ходит. Она такая типа «Нет, все, я уезжаю в Грецию». И как вообще на это все смотрят, то, что там ее соседи, типа «Как, ты идешь в Грецию одна?» И она говорит «Да, у меня есть любовник». И все такие «О, Боже мой, у нее есть любовник». Вот, и она уезжает в Грецию. И здесь мы видим несколько переломных моментов. Например, то есть первый момент – это… Вы представляете, я пропустила. Первый момент, первая тема – это как раз этот кризис для женщины, который показан, когда уже выросли дети, уже взрослые дети, вот они уже живут с мужем, и то есть вот этот кризис отношений, и как эта Ширли, как она с ним справлялась. То есть в ее случае она уехала путешествовать одна, и таким образом она мужу показала, что типа «Вот ты, смотри, вот ты там живешь на фабрике, да, ну и оставайся здесь, а я поеду без тебя, то есть я все равно смогу поехать без тебя». И он вот в этом процессе, он такой, конечно, у него челюст от паунта, он такой такой «Как, ты поедешь без меня?» Ширли, давай возвращайся, не дури, ты там в Греции, да кто там тебя ждет в этой Греции? Давай. И она говорит типа «Нет, я не вернусь». И она не возвращается. Вокруг нее стереотипы, да, то есть это соседка, которая на нее смотрела свысока, потому что она такая. Потом у Ширли интересны были взаимоотношения с ее одноклассницей, то есть когда она пошла в школу, у нее были вот эта вот одноклассница, которая была умнее ее, то есть у нее там были какие-то и оценки хорошие, и она была из хорошей семьи, а Ширли она такая типа была, ну такая пацанка, то есть делала все, что думала. И вот они встречаются, и это ее бывшая одноклассница, такая успешная, красивая, у нее красивое лицо, очень замечательная, красивая одежда, и Ширли такая типа обычная домохозяйка, то есть в обычную одежду одета, и идет дождь проливной, вот они встречают друг друга, и она такая типа, из всех дней я встретила ее в этот день, что за ужас! И можно ее здесь понять, представьте, что вы встретили своего одногруппника или одноклассника, который был умнее вас, и вы увидите, что он там приезжает на каком-то Мерседесе или там на Порше, и вы такие, что это происходит? Ну в этом, потому что это Уильям Рассел здесь, это непредсказуемая линия, она оказывается проституткой, то есть она говорит типа, I'm a whole, я проститутка, и типа эти все деньги, это потому что я работаю с кортницей, и они выпивают шампанского, напиваются, и вот у этой Ширли, у нее тоже спадает с глаз вот эта вот картинка, то есть она всегда думала, что она такая, ну, серая мышка, а ей вот эта ее подруга говорит типа, нет, ты всегда меня вдохновляла, ты всегда делала то, что думала, типа, Ширли, ты вообще просто моя героиня с самого детства, и это тоже интересно, как мы с вами себя воспринимаем, то есть мы всегда думаем о себе почему-то вот в таком негативном ключе, не замечая наших достоинств, и Ширли вот в этом фильме, она меня вдохновила, в тот момент, когда она решила уехать, я просто, я думала, давай, Ширли, уезжай в Грецию, путешествуй вперед на Миконос, и вот она приезжает на этот Миконос, она знакомится там с греком, который оказывает ей все достопримечательности Греции, Миконоса, и в последний день вместо того, чтобы уехать, она решает остаться, возвращается вот в этот паб, и так как говорит, ее этот пикапер, этот грек, он уже кого-то другого клеит, и здесь еще один интересный, ее интересный, вообще интересный какой поворот, то что, например, Уильям Рассел, он же мог бы написать какой-то романтический сюжет, что типа она возвращается, говорит, вот ты, Грек, ты мне там, ты уже кого-то другого клеишь, мы там с тобой проводили чудесное время, а ты меня не ждешь, но нет, в этом фильме, в этом фильме он возвращается, она возвращается, не он возвращается, она возвращается, она видит его с другой женщиной, он говорит, расслабься, я здесь не для тебя, я здесь не для того, чтобы строить отношения, мне нужна работа, и она такая, оп, и сразу начала работать официанткой, то есть ей там сколько, за 50, она такая, все, и пошла работать официанткой, и там обслуживает вот этих всех англичан, и вообще я такая смотрю, думаю, ну молодец вообще, классно, приехала такая в Грецию, оп, 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 все, работает официантка и ни на кого не рассчитывает, и ей там все звонят, вся ее семья говорит, ой, возвращайся, там мы по тебе скучаем, бла-бла-бла, говорит, нет, не поеду, приезжайте вы сюда, приезжайте вы сюда, все там уже про нее слышат, про вот ее подругу, с которой она приехала, всем рассказала уже про ее греческого любовника, все уже говорят, что она там с ума сошла, живет где-то в Греции, и вот Ширли живет в Греции, и спокойно в себе живет, и души в Греции. Можно сказать интересные факты об этой пьесе. Первым делом, этот фильм, он был написан от, этот фильм был написан, этот вообще сценарий, не фильм, а сценарий на, эта пьеса, театральная, она была написана в формате диалога, то есть это около часа, около часа этот диалог, эта актриса, она на сцене, она одна, и никого там нет. И когда я читала эту пьесу, написано просто удивительным языком, и настолько просто читать, настолько смешно, такой, знаете, интеллигентный юмор. Если у вас есть время, то есть вы, вот представьте, вам очень там скучно, плохо, депрессия, давайте так, про депрессию не шутим, нет, вам очень плохо, скучно, знаете, такая осенняя хандра, всё везде дождь, темно, и вы думаете, блин, чем заняться, чем заняться. Вот прочитайте эту пьесу или посмотрите этот фильм 1989 года, посмотрите этот фильм, он вам поднимет настроение. Вы, может быть, узнаете вот в этом персонаже, вот в этой женщине, вы узнаете кого-то из ваших близких, потому что вот этот стереотип, вот этой женщины, он же у нас до сих пор вот есть, потому что в Россию это пришло немного позже, то есть есть же, вот даже у меня в семье, да, есть женщины, которые, например, им было сложно там взять, всё бросить и поехать там путешествовать, взять, всё бросить там, и забить на что-то мнение, сделать то, как они хотят. То есть всегда были какие-то осуждающие там взгляды со стороны, правильно? То есть не у всех есть вот этот вот внутренний стержень, нарушить эти стереотипы там, взять и поехать одной куда-то там, взять и завести любовника, взять там, вот даже, даже далеко не ходи, вот я, да, честная душа человек, честная душа человек, честная душа человек, правильная такая вся, правильная такая вся девочка. А вот была бы с чертинкой, было бы лучше, на мой взгляд. А нет, я такая вот вся, знаете, правильная, типа, не пить, не курить, не там, не жениться, замуж выйти, нарожать детей, купить там дом. Ну, мартинка такая, типа, благо, роковая девчонка. А нет, это не про меня. Семейная. Right. Так, что ещё? Да, а вы пишите, пожалуйста. Вы смотрели? Смотрели этот прекрасный фильм? Какие у вас остались впечатления, что вы думаете по этому поводу? Вообще, Уильям Рассел, я повторюсь, это один из моих самых любимых сценаристов. То есть, как называют человека, который пишет пьесы? Писатель. Но писатель, это, наверное, больше, это, наверное, больше, как книги писать. А если мы говорим про сценариста, мне кажется, сценарист это больше, как кино, правда? Потому что, например, здесь вот сценарист для кино, это будет скринрайдса. А если это у нас для театра, то это будет плейрайдса. То есть, сразу понятно, что плей и скрин. Да. Не знаю. Так, дорогие, пишите, что, как вам понравился фильм, какие у вас остались впечатления. Если вам понравилось видео, а я уверена, что если вы дошли до конца этого видео, то оно вам понравилось. Ставьте лайк, ваши лайки, ваши просмотры, ваши подписки, это огромная поддержка для меня. И я вас благодарю за просмотр, за то, что уделили мне время. Хорошего времени суток и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok